Такой агент Запада, как страна, которая врождена Советскому Союзу, его политике, его идеологии. Тем более, что Израиль строит свою политику главным образом на привлечении иммиграции, на привлечении репатриантов, евреев в свою страну. Крайне небольшое еврейское население в Израиле создает множество проблем для этой страны, поэтому Израиль очень нуждается в людях и в основу своей внешней политики делает упор на приезд новых и новых репатриантов в Израиль. В 50-е годы основной волной вот этих репатриантов становятся еврецы из Северной Африки, из Йемена, в общем-то люди иной культуры, иной традиции, которая значительно меняет облик Израиля, делает его куда более такой, ну, восточной, что ли, странной. Ашкиназы, то есть европейские евреи, хотя занимают по-прежнему, в целом, так сказать, ведущее место в политическом истерночнике Израиля, тем не менее, все же большинство населения становится вот сифатским, то есть выходцами евреи, выходцами из восточных стран. В 67-м году, вы знаете, происходит известная шестидневная война, когда Израилю удается стать, по сути дела, супердержавой на Ближнем Востоке и взять под свой контроль, оккупировать огромные территории Синайский полуостров, западный берег реки Иордана, Голландские высоты и нанести серьезный удар советским партнерам на Ближнем Востоке. По сути дела, поражение арабских стран, Египта, Сирии и Иордании вместе с тем было поражением в какой-то степени Советского Союза, поскольку это было советское вооружение. Было захвачено огромное по американским аршентам на 2 миллиарда долларов советское вооружение, и советское влияние, конечно, оказалось под угрозой. С этого времени те несколько сот евреев, которые каждый год советские власти по разным причинам все же выпускают в Израиль в качестве репатриантов, в общем-то, Советский Союз прекращает иммиграцию евреев из Израиля, из Советского Союза. Правда, действительно, ненадолго, с 68-69 года она возобновляется, но идет очень таким тонким рученьком под серьезным давлением западных стран и прежде всего Соединенных Штатов. Следующим этапом становится вот этот период 67-68 года, 73-го года, это так называемая война на истощение, когда прямых таких активных военных действий не ведется, но постоянно происходят военные столкновения на египетско-израильской линии перемирия, когда вот-вот в любой момент может разгореться новая война. Но вот эта вот фантастическая победа Израиля 67-го года во многом унесла элементы успокоенности и такого благодушия с одной стороны в израильских историях, а с другой привела к усилению, даже, можно сказать, появлению некоторых фундаменталистских начал в иудаизме среди части еврейского населения. Иерусалим, вы знаете, стал объединенным, единым городом под израильским контролем. Под израильским контролем оказались и Самарея и Иудея, как называют его в Израиле, то есть западный берег Икея и Ордан. И Израиль начинает политику еврейских поселений на этих территориях, в том числе и на Синае. Это, конечно, была политика и на голландских высотах, конечно. Это была политика укрепления границ и создания некой, так сказать, такой глубины для Израиля с одной стороны, а с другой, это была, так сказать, оправдывалась идеологически. Исраиль-шлема, то есть единый и полный Израиль, что ряд таких правых и ультра-ортодоксальных кругов исходит из того, что нам принадлежит вся Палестина, так как она представлена в Библии, так как она, ибо целый ряд израильских и иудейских святынь находились за зеленой линией, за границей 67-го года, Хеврон, например, и целый ряд других, так сказать, поселений. Война 73-го года, война судного дня, как она иначе называется, до сих пор в арабских странах, и прежде всего в Египте, отмечается, годовщина этой войны, отмечается парадом, как победа над Израилем, но это, наверное, все же не совсем точно, хотя война на первых порах принесла весьма серьезные ощутимые удары и показала незащищенность и опасность, в общем-то, когда были прорваны границы на голландских высотах, когда египтянам удалось форсировать линию вот этого параллела на Синае, когда в какой-то момент израильтяне ощутили психологически то состояние, которое было знакомо, скажем, евреям Европы в период Холокоста, что существовала опасность вообще уничтожения Израиля, тем более, что в первые дни войны была объявлена эмбарка на поставки вооружения, до этого времени и тогда израильское ВВС были вооружены прежде всего французским оружием, самолеты «Мираж», не американские, но вот в эти тревожные дни осени 73-го года, октября 73-го года, американцы устанавливают прямой воздушный мост и непрерывным потоком вооружение идет в Израиль для того, чтобы восстановить израильские потери в авиации и в танковых частях. На голландских высотах развертывается самое большое сражение, которое превосходит до этого Курское сражение, в котором участвуют сотни танков с израильской и сирийской страны. Ну, результаты этой войны, вы знаете, Израиль, было подписано перемирие с Кори, по которому, в общем-то, восстанавливались прежние границы и Израиль удерживал те самые территории, которые были захвачены в 73-м году. Я забыл сказать, что в 67-м году Советский Союз разрывает дипломатические отношения с Израилем, которые были восстановлены только в октябре 91-го года. Так что в этом году, вот будет осенью 91-го года, будет 15-летие. 15 лет восстановления дипломатических отношений между двумя странами. Целых сколько лет? 67-й, 77-й, 87-й. 25 лет, кажется, дипломатических отношений между Советским Союзом и Израилем не существовало. И, как признают теперешние наши политики, это было расчетом для великой державы. Хотя попытки такие были, и контакты между Советским Союзом и Израилем, секретные контакты происходили и тогда. После войны Судного дня происходит одно очень важное событие. Президент Египта Саддат, вы знаете, совершает в 78-м году исторический визит в Иерусалим. Иерусалим выступает в израильском парламенте в Кнессете. В следующем году был подписан, кем-денитские были подписаны соглашения, по которому Израиль уходит из Синая в обмен на территории, получая мир с Египтом. Иерусалим устанавливается между двумя странами дипломатические отношения. По сегодняшний день это самый большой успех, собственно, в отношениях Израиля с его арабскими соседями. Самое большое арабское государство Египет признает право Израиля на существование и устанавливает с ним дипломатические отношения. Как известно, это решение Анвару Саддату стоило жизни в 81-м году. Он был убит во время военного парада через как раз победы, как считают египтяне, в войне Судного дня. Следующее событие происходит уже где-то с 93-го года. Начинается так называемый мирный процесс Осла. В результате секретных переговоров в Норвегии между израильскими и арабскими представителями и палестинскими представителями Организация освобождения Палестины, которую на протяжении многих лет возглавлял Ясер Арафат, достигается соглашение о начале мирного процесса на Ближнем Востоке. И в те годы как раз я учился как раз в Израиле и помню некую такую лево и таких достаточно светских кругов, миротворческих кругов Израиля в надежде на установление дипломатических отношений и с другими странами. Израиль признает право палестинцев на создание палестинского независимого государства. Так по этому соглашению создается палестинская автономия. Однако начинается уже с 85-86 года Индифана новые крупные выступления палестинцев против Израиля, которые выражаются в различных террористических актах. И тем не менее существуют надежды на мир Восла и создатели этого проекта Рабин, Арафат и Шамберис удостаиваются Нобелевской премией за мир. Но, как показали последующие события, процесс Восла в общем-то не дал каких-либо реальных результатов для Израиля, по крайней мере. Палестинское государство, палестинская автономия, простите, была создана на западном берегу реки Иордан и в полосе Газа было сформировано палестинское правительство. Ну я пропускаю еще ряд событий войны в Ливане 1982 года, здесь просто у нас очень ограничено время. Вот, но Арафат, который в общем-то, как в начале еще отмечали обозреватели, выступал с речами для западных спонсоров и публики с одной риторикой, а на территории среди своих соплеменников и своих кругах выступал с другими заявлениями, заявлял, что этот мир, по сути дела, является промежуточным и является нашей какой-то уловкой для того, чтобы освободить оккупированные земли, чтобы создать независимое палестинское государство со столицей Иерусалима и так далее. Тем не менее, в общем-то, надежды у израильских властей существовали и наиболее, так сказать, продвижение в этом направлении было сделано израильским премьером Игудом Бараком, который в 2000-2000 году соглашается на передачу восточного Иерусалима палестинцам, соглашается на то, что каждый год в Израиль будут возвращаться несколько тысяч палестинских беженцев, нас соглашается на создание палестинского независимого государства и на установление мирных отношений между двумя странами, на проведение целого ряда совместных проектов, поскольку эти страны находятся рядом с друг другом, и они не могут существовать без каких-либо экономических контактов и культурных и прочего. Однако, все это как будто ни к чему не привело. Арабы заявляют, что Шарон, когда Барак уходит своего поста, Шарон, тогдашний премьер-министр, а нынешний, так сказать, недееспособный больной человек, очередной умирающий в Хадасе, в больнице в Иерусалимской, входит на храмовую гору, где находятся святыни Ислама. Ну, я был на этой горе, и эта гора находится под юридикцией Израиля, но тем не менее, палестинцы изображают это как нарушение всех законов и святотарства со стороны иудеев, и объявляют о начале второй антифады. Вот эта вторая антифада, по сути дела, продолжается по сей день и выражается в массовом терроре, в массовом терроре, появлении шахидов, самоубийц, когда Израиль сотрясает огромное количество террористических актов против мирного населения, когда взрывы происходят, ну, вы прекрасно знаете, на автобусных стоянках, не только против военнослужащих, не только на контролируемых территориях, но и в Тель-Авиве, но и в других местах, где проживает мирное израильское, еврейское население. Начинается настоящая вот эта террористическая война, которую на словах осуждает, в общем-то, палестинское руководство, а на деле его поддерживает. В ответ на это Израиль совершает массированные бомбовые удары авиации и уничтожает лидеров, руководителей различных террористических формирований. Палестинское руководство, палестинское правительство оказывается, в общем-то, малопопулярным среди палестинского руководства. Поскольку оно получает огромную финансовую помощь, оказывается, очень сильно коррумпирован. И по представлениям палестинского населения, в общем-то, не его политика, политика, которая приводит хоть к весьма тяжелому экономическому положению палестинского населения. В Газе, на западном берегу, ФАХ, основная организация политическая в палестинском правительстве, в общем-то, как показали последние мартовские выборы, проиграла надежда американцев, которые придумали вот эту дорожную карту, такой план с очень обтекаемой. И главным образом, просто смысл дорожной карты состоит, главным образом, это в создании мер доверия, изближении между двумя, так сказать, переговаривающимися сторонами. Надежды были на вот эти демократические выборы в палестинской автономии. В общем-то, мало кто ожидал, что победит организация, которую в свое время создали израильские спецслужбы. Хамас, противовес ФАТХу. Хамас давно уже ушел от какого-то, так сказать, переживания со стороны Израиля и представляет собой самостоятельную политическую силу. Упор делается на использовании ислама в своей, так сказать, борьбе с Израилем и на нынешние лидеры, которые возникли буквально ниоткуда, еще несколько лет назад, никто о них не знал. Если посмотреть картинки, как происходили выборы на палестинских территориях вот весной, в марте этого года, то это были выборы за двух покойников. За шейха Ясина предлагали голосовать хамасовцы, а их, так сказать, оппоненты, Абу Мазена, предлагали голосовать за Арафана. Два, висели две картинки, две фотографии. Новые лидеры, пришедшие к власти, получившие абсолютное большинство в палестинском парламенте, заявили об отказе каких-либо переговоров с Израилем, об отходе Израиля до границ 1967 года, что только после этого мы готовы начать переговоры, о возвращении в Израиль всех беженцев палестинских, это сотни тысяч человек, и после этого они заявляют, что вооруженная борьба продолжится до тех пор, пока зеленое знамя ислама не, так сказать, водрузится над Яроссалимом, которым в исламе считается третьим городом, священным городом после Медины и Нынки. Да, мы заканчиваем. Да, я понимаю, что я уже, так сказать, очень... Да, остается практически ничего. Я лишь завершаю, хочу сказать. В настоящее время вы знаете, что палестинская автономия контролируется, вот, контролируется организацией партии и правительства, которые отвергают право Израиля на существование. Израиль прервал все контакты, переговорные контакты с этим государством, как бы вновь все возвратились на круги своя, к нулевому изначальному варианту, европейские страны и Соединенные Штаты прекратили оказывать финансовую помощь Палестине. Россия пытается играть роль некого, так сказать, вот, более активно участвовать в этих событиях на Ближнем Востоке и переведя 10 миллионов долларов, вообще-то это капля в море, для поддержки палестинской автономии, приехал к Путину Абу-Мазел, который в свое время заканчивал наш институт в аспирантуру, писал о сионизме как разновидности фашизма, вот, он представляется неким таким вот фигурой, ну, наиболее лояльной к Израилю, но не имеющей никакого влияния и авторитета среди лидеров Хамаса, среди самого правительства. Он приехал для того, чтобы как-то хоть спасти вот экономику Палестины, которую, так сказать, полностью прекратили поддерживать, финансировать и западные страны, и Израиль, который качал туда и газ, и бензин. Вот такова ситуация в настоящее время в Израиле. В Израиле также прошли выборы, вы знаете, к власти пришла новая политическая партия Кадима, которая создала Шарон, ну, некая разновидность Ликуда, который уже, ну, так сказать, ну, немного устарел. И сейчас в Израиле создано коалиционное правительство, я думаю, крайне идееспособное. Впервые в этом правительстве огромное количество министерств, фантастическая бюрократия, 25 министров. Каких там только министров нет. 25 министров, представляющие самые различные партии. От партии ШАС, это партия, в основном, которую поддерживают религиозные круги, марокканские евреи, ультраортодоксальная партия, которая взяла под свой контроль, как всегда, образование. Это Кадима. Женщина занимает достаточно видное место. Министр иностранных дел, еще совсем недавно малоизвестная дама Цепи ливни, стала министром иностранных дел, главой, спикером Кнессета стала также женщина. Ну, повлияют ли эти, так сказать, новые фигуры, а главой правительства стал Игут Ольмер, до этого, также не очень заметная фигура на политическом небосходе Израиля. Он был мэром Иерусалима. Так что ситуация очень неопределенная и трудно сказать, как будет развиваться дальше событие. Одно мариинское заключение, по крайней мере, я считаю, что я уж не доживу до того периода, когда будут установлены мирные отношения между двумя странами, хотя бывают, конечно, чудеса, вот, и может быть, что-то произойдет, но нынешний расклад политических сил таков, что о каком-то взаимопонимании, о переговорном процессе, к сожалению, речи идти не может быть. Вот, что я хотел сказать. Очень кратко, и вы понимаете, что я все время метался между историей и современным состоянием. я больше как-то склонен не к политологии, а к истории, мне это ближе, вот, и поэтому последняя часть произойдет, такая, несколько, может, получилась смазанной, но времени также было очень немного, поэтому ваши вопросы я с удовольствием выслушаю, если смогу, отвечу, и комментарии, пожалуйста. наука, которая изучает иудаизм, и еврейскую историю, и культуру. Такая кафедра, наряду с другими кафедрами, скажем, арабистики, японоведения, там, ну, самых других разных сфер, связанных с востоковедением, имеется в Институте страны Азии, Африки, при Московском государственном университете. Я там имею честь работать. По любезному приглашению Максима Ефимова, который представляет правозащитную организацию, Максима Ефимова, Продолжение следует...